Приветствую всех любителей вышивки, с вами Оксана Дереза. И я сейчас возле 20 искусств и иду на выставку Чудо-ниточка. И, конечно же, вам все поближе расскажу и покажу. И вот мы уже на выставке. Вот это работа, в которую я влюбилась с первого взгляда. Ой, какое же впечатление он производит, когда вы смотрите на него, на его. Просто потрясающе. Просто потрясающе. Мне нравится поэтому. Ну, она частичка, но выглядит вообще как живая такая птица, конечно. Ну, там одно название, что частичка. Посмотри, какой леопард. А вот журавли раз. А вон журавли два. Вот этот пейзаж тоже очень красиво смотрится. То есть стена пейзажа, да, и вон Лукаэс тоже красиво. Мельница, красота, конечно. Лучше все это смотреть на отдаление. И вот посмотрите, как мои лошадки смотрятся мелкими по сравнению вот с этими оленями. Класс. И вот эта работа тоже шедевральная просто. О, как же мне нравится. Как же мне нравится эта работа. Это кошка как живая. Супер просто. Надо просмотреть поближе. А кажется, автор от той работы я знаю. Так, надо посмотреть поближе. Много ли здесь одиночек? И это выживается все на черной конве. Но это смотрится просто. Я не знаю. Я вот в эйфории какой-то, наверное. В восторге. Она как живая, эта кошка. Да. Ого, какой масштаб картины. Вот это да. Это вышивка крестом. Это надо посмотреть поближе. И какая-то... Ах, это бисером. Это вышивка бисером. Смотрите, как смотрится шикарно, конечно. Великолепный такой букет. Бавли. Так, далее идут у нас персики. Я так понимаю, это черешня или вишня. Натюрморты, да? Цветочные. Сердце. Цветы, цветы. Красота, конечно. Очень красиво. А вот знакомый мне букет цветов. Танечке, привет. Это тоже фирма Золотой Рену. Очень красиво смотрится. Сирень. И розы. Что-то мне эти розы напоминают. Слушайте, ну они смотрятся, конечно, шикарно. Любой интерьер украсит. Как, вы знаете, здорово, вот, посмотреть работу некоторых живую. Шикарно, конечно. Разве скажут, что это вышивка? Тем более бисером. Великолепно, конечно. Браво, бровистам. Ой, она в лепестке, как живые. А вот здесь идут и лента, не вышивка. Прекрасно, конечно. Такая объемная вышивка. Очень красиво. Вот, и вот, тоже работа красивая. Давайте поближе посмотрим, что с вами представляет. Такая объемная работа лентами. Интересная техника. Здорово, вообще. Так, и у нас что-то осталось. Ого, вот эта картина. Красиво, конечно. И что это, интересно, за сюжет такой? Я не видела. Как этот сюжет называется? Это уже третья работа, которой я восхищена. Вру, пятая. Две работы этой мастерицы я видела в багетной мастерской. И уже тогда влюбилась в ее работы. Потрясающе, конечно. Супер. А вот и золотую рну. Рукодельница. Посмотрите, какая огромная работа. Это тоже золотую рну, да? Ой, какая же она огромная. Сколько же там вышивалось. Потрясающе, конечно. Потрясающе. Это просто живопись, да? Ниточками. Живопись ниточками. Очень мне все понравилось. Только работы, конечно, жаль, мало. Еще есть куклы. Смотрите, какие интересные. Вообще, это что, настоящие такие куклы? Из чего это сделано? Интересно. Ого. Ого. Что-то я такого даже не видела. Как интересно. Дальше у нас. Видите, не могу на эти работы своей дочери. Так, это куклы. Это тоже все куклы. Смотрите, какая. Жайки. Это, наверное, мышка или крыска. Котик. Вот, видите, какой домик шикарный. Связанный крючком. Вот она, где, оказывается, работа моей дочери. Нет, не эта. А вот эта. Вот она, бега жучка. Еще под стеклом. Вот это наши, я так понимаю, наши хантейские куклы, да? Только почему они вот так сделаны? И миниатюрки тоже такие. Понятно, почему под стеклом работа дочери. Тоже миниатюрка. И вот эта мне знакомая работа. Александра, вам привет. Как всегда, все потрясающе. Еще куклы. А вот это валяние. Валяние с шерстью. Надо показаться далека, потому что иначе все отсвечивает. Хотелось бы, конечно, вам поближе показать. Поближе. Но все отсвечивает. Лошадь. Какой кошак. Так, это у нас. А вот это у меня знакомая работа. Это работы моей подруги. Оберег. И вот замок. И вот эта панелька. Красиво как. Пейзаж тоже шикарный. И маячки. Вот эта панелька из маячков я не видела, но видела из мельниц. Представляете, кто-то целых четыре желания загадал. На каждый маячок отдельно. Интересно смотрится. Интересно оформлено. Здорово. Далее у нас идут, так понимаю, иконы. Религиозные сюжеты. Вот эта моя вышивальная хотюшка. Смотрится как произведение искусства, а оформление, конечно, вот, ну, просто вот, лучше не придумаешь. Богородица умиления. Посмотрите, какое потрясающее. Не только оформление, но и украшательство на этой иконе. А здесь пришиты стразы, бусины, бисер. Очень здорово придумано. Класс. Такая она красивая. Упиваемая чаша. Тема материнства от Риоли, знакомая нам. И вот эта, какая потрясающая работа. Все-таки, Lavender and Lace, это нечто такое восхитительное. Не ожидала я, конечно, увидеть живую. Вот в прошлом году была работа вот этого дизайнера и в этом году. Потрясающая. Она такая большая. Хочется разглядеть все крестики поближе. На равномерке все это вышло, на белые. Очень красиво, конечно. Превосходная работа. Да еще поближе по разгляду будет. О, какой милый сюжет. Это снова Золотая Руна, знакомая нам. Всем полюбившийся сюжет Рождества года. Рождественская ночь. О, какая большая картина. Как интересно. У самовара. Смотрите, ее не надо показывать близко. Это вот прям как настоящий медный самовар. Так, это, кажется, панна. Подсолнухи. И снова Золотая Руна. Этот наборчик у меня есть, ждет своей очереди. Конечно, здесь не только вышивка, но и работы. Еще дальше есть. Смотрите, куклы какие потрясающие. И вот моя работа под стеклом тоже, потому что это, наверное, не вышивка крестом, а потому что это... Вовчиками вышивка крестом. Недлпоинт. Недлпоинт, да, или как это называется? Такая работа. Куклы, интересно, тоже такая прикольная. Ну и вот уже мастерство. Это, я так понимаю, все у нас вышивка идет на одежде. Какая интересная. Распашонки вышитые, какая прелесть. Ведь раньше мамочки, когда ждали своих младенцев, вышивали ему преданное. Так здорово. Красивый какой рушнык вообще. Красота. Ну вот и все. Вот и все. Выставка на этом закончилась. К сожалению, не так много работ. А вы знаете, что не так много посетителей. Один, два, три. Вот и все. Вот и все посетители. Покажу вам еще. Вот так вот. Я хочу вот так. Чтобы картина к картине на моих стенах. Все мои картины. Чтобы когда-нибудь я вышью. И много-много их. И у меня будут они висеть вот так. Клотненько друг к другу. Будет здорово. Вот так вот. Продолжение следует...